Баян, сегодня у нас в гостях заслуженный деятель Республики Казахстан. К тому же он самый молодой, ну, экс-чиновник. Ну, а сегодня он работает в зоопарке. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio. С вами вновь Баяна Сентаева, Динара Саджан и наш сегодняшний гость Мурат Мутурганов. Мурат, мы рады тебя видеть. Здрасте. Поцеловать можно? Да. Не можно, а нужно. А почему ты без цветов? Я без цветов? Зато с фокусами. Обычно мужчины, которые приходят в нашу студию, они приносят нам цветы. Вот вы начинаете сразу с того, чтобы меня вот так вот... Ну, а почему нет? Пристыдить. Почему нет? Значит, ты не так галантен или недостаточно галантен, что ты не продумал, что ты идешь к самым красивым телеведущим страны без цветов. Ну, с этим я согласен, что вы действительно самые красивые, но с цветами... Я просто думаю, Мурат приехал по работе, наверное. Я правда приехал. Пытаюсь как-то тебя оправдать. Да, я правда приехал. В глазах страны. Я стану по работе. Ну, хватит, вот так прям с этого начинаем. Нет, давайте не с этого начнем, пожалуйста. С чего ты хотела? Давайте заново, я еще раз сажусь. Здравствуйте. Нет, 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 не вы знаете ли. Да, еще поехали. Подождите, я приехал, правда, по работе и хотел поблагодарить вас за то, что вы вот так вот мобильно очень увидели меня в соцсетях, что я нахожусь в состоянии и пригласили. Не надо, не надо, не надо. Не надо лукавить, мы тебя пригласили специально. И ты специально пригласил к нам. Я уже нервничаю, можно я подушки себе наложу? У нас на этот случай, если вдруг пересохнет в горле, водичка. Мурат, ну ладно, я тебя, мне кажется, в отличие от Динары, достаточно давно знаю. Это правда. Более 5-6 лет, я так думаю, да, мы с тобой познакомились на одном большом шоу. Впервые, когда ты пришел, когда ты вообще приехал в Казахстан. Ты приехал вот как банна небесная, такой яркий, такой необычный, такой европейский, такой вот какой-то не такой, как все, я бы сказала. И ты очень ярко ворвался, ну вот на казахстанский рынок шоу-бизнеса, скажем так, да? Вот, во-первых, что ты делал так долго за границей, почему ты так долго работал в Италии, насколько я знаю, и почему ты вдруг решил вернуться? Обычно люди, артисты, все хотят туда уехать, а ты, наоборот, вернулся. Это хороший вопрос, потому что, забегая чуть-чуть вперед, совсем недавно у меня был скандал, который мы наверняка с вами затронем в цирке. И я помню очень, когда я написал заявление об увольнении, на повороте попал на красный свет, на Сатпаева выезжал из цирка, остановился, я прям плакал, я прям рыдал, и вот в тот момент сказал, нафига мне это все надо, вот прям вот зачем мне это, меня не понимают, и я хотел вернуться опять в другие страны, гастролировать, где мы все это время были. Так вот, почему я вернулся? Потому что я думаю, что папа, который вложил все тепло, все свои силы в меня, он это делал, конечно же, ради того, чтобы достойно представлять Казахстан в других странах. И мы всегда были артисты цирканикулина, выпускники, но из Казахстана, мы всегда несли флаг Казахстана. И поэтому, когда в 2007 году мне вручили удостоверение о том, что я заслуженный деятель, я понял, что Казахстан помнит, и можно приехать, и нужно приехать, и оставить какой-то след. Но если не я, то кто? И вот поэтому вот это... Нет, ну что, дела пошли плохо, что ли? Обычно артисты, которые очень хорошо зарабатывают, гастролируют по Европе, если все так хорошо, я не думаю, что вот поэтому, не поэтому, скажем так, возник такой вопрос, что нужно вернуться в Казахстан. Может быть, какие-то проблемы там начались? А, нет, абсолютно, нет, никаких проблем. То есть вы вернулись, потому что вам предложили звание? Нет, мне его дали в 2007, и в 2009 я только вернулся, через два года, я все это время гастролировал, мы были в Финляндии, в Швеции, я помню, как мы на корабле плавали, я говорил папе о том, что ну нужно. И мне папа всегда говорил, зачем? Вспомни 90-е годы, когда мы только начинали, на нас наш коллектив писал в Москву, тогда мы еще подчинялись главку, и писали о том, что позор коллективу, детский труд, приехала комиссия из Москвы и посмотрела нашу работу, и сказали, слушайте, ну действительно позор, да, позор, и нас забирают, и вот благодаря этому мы едем в Италию, где я получаю серебряную медаль, и статус самого юного клоуна в мире, официально в Книге рекордов фиксируют. То есть вот этот скандал наш, казахстанский наш коллектив, он дал нам толчок только. А вот скандал, вот опять же затрагиваем нашу ментальность, да, зачем вот нужен был этот скандал, яркий ребенок, талантливый ребенок, что значит эксплуатация труда, ребенку нравится, он из семьи артистов, из династии, скажем так, цирковых артистов, и тут же опять наша вечная проблема, да, накатать, нажаловаться, сказать, что все это... И папа мне поэтому говорил, ну зачем тебе это нужно, зачем тебе надо копошиться вот в этой вот... Папа просто закончил цирковое училище, у него первый диплом, второй ГИТИС, у него два высших. И когда он приехал, его тоже тут же начали предлагать хорошую должность ему, да, руководителям. А там, как так, мы 20 лет проработали, не мы руководители, вы ставите какого-то там выскочку. Вот та же ситуация со мной в цирке была сейчас. И поэтому папа говорил, не нужно, у нас была квартира в Москве, мы проработали 4 года в Италии, у нас были хорошие гонорары, мы себе ни в чем не отказывали, у нас все было прекрасно. И я, бросив все это, с Каримушей вместе, мы вдвоем приехали, жили, я как сейчас помню, у бабушки в газете, снимали, искали, у нее двухкомнатная квартира, в одной из комнат мы с Каримой жили, выступали за 5000 тенге на Толюбье Уэзе в одном из ресторанов, да. И когда мы, я помню, у нас был номер степ, мы с Каримой, нам бросали вот так в ноги 200 тенге. Я помню выражение Каримы, ей хотелось просто, ну, развернуться и уйти. И мы это все терпели, потому что я правда, Мояна, вот многие могут говорить, что вот он такой сякой, он ничего, я правда хочу сделать для циркового искусства Казахстана много, и я этим живу. А последний скандал, да, он довел тебя до слез. Правда. Ты дал себе вопрос, зачем? Вот что тебя остановило, ведь ты мог собрать все вещи и уехать снова? Или там тебя уже не ждут? Нет, там ждут всегда. Цирков по всему миру очень много, поэтому в любом цирке всегда можно найти работу. Но тебе бы хотелось снова выступать? Ты же сейчас уже, в принципе, не артист цирка. Да, я буду, не то, что мне хотелось. Я все, что я сейчас делаю, для того, чтобы потом сделать свое собственное шоу. Конечно. И я буду выступать. Просто в какой-то момент я испытал какой-то такой творческий кризис, когда с пяти лет на арене, и вдруг, вот я вроде не мальчик уже и не мужчина, я не мог понять, кого мне играть на арене. И поэтому я почему себя и решил попробовать в качестве административной работы. Почему я пришел в Акимат города Ломаты и говорю, давайте вот сделаем, я проведу фестиваль, организую гастроли цирка Никулина. И на что мне Акимат сказал, а у нас как раз в цирке свободная должность замдиректора. Хочешь ли ты? Для меня это был, конечно, сначала такой удар в голову, вау, замдиректора. Но я неделю ходил, обдумывал, и потом я пришел с тем, что да, я согласен. И меня командирует Акимат в цирк замом. И директор мне говорит, значит, ты так, да, без меня ты решил, ты хочешь быть замдиректора. Тогда ты играешь по моим правилам, либо ты не играешь никак. Я говорю, подождите, по вашим правилам мы должны с вами понять, в каком направлении движется цирк, как развивать. Так, ты меня не понял? Либо ты будешь так, либо будешь никак. Я молодой, амбициозный парень, я говорю, будет так, а хочу я. Как правильно цирку. И сколько ты проработал? Год, я ровно год проработал. То есть год он тебя терпел еще как? Какой терпел? Вы там такие, ух, там, как терпел, там такие вещи были. Нет, и потом год прошел, и мне говорят, вот ты не справился с такими-то обязанностями, мы тебя по статье увольняем. Либо ты сам пишешь заявление. Ну, зачем мне в трудовой книжке такое черное пятно? Поэтому я по собственному желанию записал. Но за тот год... А почему так год раздался? Ну, ты же, наверное, точно понимал в правоте своих действий. Да, ну понятно. Смотрите, 9 лет к нам не приезжал цирк Никулин. Я наладил контакт, привез Максима Юрьевича за свой счет, он прилетел, запустил программу. Запланировано было 20 представлений, сделали 47. Провел первый всемирный фестиваль, провел второй всемирный фестиваль. Попал на свои деньги на... Это будучи на должности замдиректора? На свои деньги, потому что на первый фестиваль я нашел в 12-м году, в 13-м году не нашел деньги. На 17 миллионов тенге я попадаю в свои карманы. Я вот руку кладу на сердце и вам честное слово говорю. Организовал впервые в истории французский цирк коллектив, приехал. Такого вообще у нас никогда не было, на целую неделю. Поэтому сделано было очень много для цирка в целом. И почему я сдался? Я не знаю, почему я сдался. Я, наверное, не сдался. Я отступил, чтобы победить. Вот, скорее всего, это вот так вот. Потому что я буду директором цирка Алматинского. Я вам вот сейчас говорю, и я буду. То есть ты этого добьешься? Я буду, причем, достойным директором цирка. Не так, что вот я возьму там и... А почему ты хочешь быть директором цирка? Потому что это тот цирк, где я впервые вышел на арену. И это история моя. И это то здание, которое может приносить огромный доход городу. Сейчас он несет только убытки городу. И по большому счету у Мурата нет вариантов. Есть только два цирка, где ты можешь работать. Это алматинский? Четыре у нас в Казахстане. Караганда, Шимкент, Астана и Алмата. Ну, в Шимкент и в Караганду ты вряд ли поедешь. Нет, ради бога. То есть если завтра пригласят в Шимкент, ты можешь поехать? Я думал о том, почему бы не попробовать себя в карагандинском цирке. Я об этом думал. А почему ты так уверен в своих руководительских способностях? Ты артист. Вот, хороший вопрос. Вот в цирке Никулина у них так. Юрий Никулин отвечает, он худрук цирка. Он директор, да, это цирк Юрия Никулина. Но есть женщина, которая управляет цирком. За ремонт, за финансы. Он не лезет в это, она не лезет к нему. Конечно, лицо Юрия Никулина, но он отвечает только за творчество, за артистов. То есть ты хочешь отвечать за творчество? Я не хочу быть хозяйством. А почему директор цирка, он сейчас до сих пор работает на этой должности? Нет, он на пенсию шел. Он на пенсию шел, да? Почему такое ревностное отношение было, что работать с директором цирка, это так выгодно? Или что там такие за особые правила, которые не работают в пользу государственного цирка? Особые правила? Мне кажется, это в любой сфере, в любых учреждениях наших есть подводные течения. То есть если ты не приходишь командно, если ты приходишь через, скажем, то есть ты пришел через закимат в этот цирк, поэтому ты, извини, но ты работать не будешь. Но при этом, кстати, до того, как меня назначили, так получилось, что в день моего рождения, 24 апреля 2012 года, в феврале я пришел к директору, и вот когда я испытал этот творческий кризис, я говорю, можно я буду у вас администратором за те же деньги, как артист, но администратор – это тот человек, который встречает гостей. То есть есть контролеры, которые не успевают, там, давай, проходи, билеты, ну, у них поток идет. А иногда там приходят дети, которые не купили билет. Я хотел быть вот таким вот мостом между зрителем, и нам это не надо, вон ты хочешь, вот там, продолжай так же. И вот, вот в чем вся проблема. Меня директор не взял, а уже через три месяца я стал замдиректора. То есть это вот какие-то обстоятельства, которые шли против меня. И я плохой хозяйственник, я никогда не смогу быть, правильно вы сказали? Но я хороший могу быть худруком, потому что я вырос в этой сфере. Потому что цирк – твоя жизнь, да? Мало того, я видел, какие шоу могут быть. И когда я нашим артистам говорю, давайте сделаем что-то новое, куда ты лезешь? Мы 20 лет уже этот номер делаем, и людям нравится. Я говорю, вы сами отвечаете на свой вопрос. Вы 20 лет это делаете, но давайте изменим, давайте добавим что-то новое. А что, вот вообще в каком состоянии в творческом, я не буду говорить сейчас о финансовом положении цирка, вообще в каком состоянии сейчас наш цирк? Мы вообще в каком веке? Если вот откровенно говорить, то максимум, куда наши выезжают… Ну вот недавно выехали в Италию, наконец, на фестиваль, который то особо такого большого статуса не имеет, такого прям всемирного фестиваля, да? Он такой, да, маленький, ну, скажем так, самые дальние гастроли, которые проходят, ну, это в Китай. Это в Китай могут поехать. Вот, ну вот это говорит. Ну вот ты был на должности замдиректора, это точно примерно понимаешь, какие деньги выделяет государство на развитие цирка? Вот мне просто интересно, с какие деньги… Такая ситуация. Мы, поскольку ГККП, мы подчиняемся Акимату города Алматы, наш цирк Алматинский. И Акимат выделяет на зарплату и на коммунальные расходы, и на содержание животных. Вся проблема в том, что на развитие цирк зарабатывает собственно, абсолютно верно. Но от того, что мы, наш цирк, отдаем в аренду, вот все представления, которые проходят цирки, их, например, 9 за год, да, из них только две программы, это наши Алматинские. Остальное мы отдаем в аренду. Нам платят копейки за аренду цирка, и весь вал с билетов зарабатывает человек, которым называемый прокатчик. Я же, наоборот, говорю, давайте сам цирк будет организовать, чтобы мы могли эти деньги потом тратить на развитие. На что мне говорили, не лезет не свое дело. Соответственно, этот прокатчик возит уже 7 лет программы сюда, в Алматинский цирк. Это о чем говорит? Что есть какие-то связи. Цирк – это народное искусство. И я, когда в Алмате знакомлюсь с молодыми людьми и говорю, пойдемте в цирк, ой, я там лет 20 не был, что я там забыл? Но при этом в цирке аншлаги. А если мы привлечем еще ту аудиторию, которая не ходит сейчас, да, сделав какое-то уникальное шоу, как цирк Дюссалей, где живая музыка, где живой исполнитель, где красивые образы, постановка, мы можем зарабатывать миллионы просто. Вот я вам гарантирую. Если Мурат Матурганов будет директором цирка… Вот, смотрите, если сейчас, вот я прям могу смело сказать, если сейчас тот коллектив, который уже сформировался в цирке, распустить и сделать, поставить новых людей, какого-то независимого абсолютно со стороны менеджера, пригласить какого-то режиссера из России и поставить меня, грубо говоря, там, руководителем, я вам гарантирую, в течение полгода у нас будет уникальное шоу. Но ведь это слишком громкое заявление, и потом это неправильно. Но я же говорю, те ключевые фигуры, которые уже, которые там лет 20-15, и ничего не хотят менять. То есть ты говоришь про артистов? Нет, 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 я говорю сейчас про АУП. Вся проблема в АУП. Ни в коем случае артистов не трогать, нельзя. Артистам, наоборот, надо давать место, репетировать, нужно увеличивать доходы. А сколько сегодня артисты цирка зарабатывают? Ну, в среднем от 80 тысяч до 150 в месяц зарплата. Это оклад. Но есть же также, конечно же, и гастроли, где мы можем. Поэтому вот моя задача была сделать из них конфетку и продать, чтобы они смогли ехать и зарабатывать эти деньги. Мурат, а где мы берем кадры? У нас есть эстрадный цирковой колледж. Есть эстрадный цирковой колледж. Ежегодно 7 человек выпускают. Вот чему там учат, и кто их учит, и что нового может предложить сейчас реально? Я хожу в цирк иногда, с детства, редко. Но я что могу сказать? Я вижу то же самое, что я видела в детстве. Никаких изменений, вообще речь не идет о каких-то шоу-технологиях. То есть я точно понимаю, что то, что делают во Франции, тот же DCL, например, да? То есть мы вообще не хотим, что ли, расти? И каким образом готовятся кадры, если их готовят те же самые люди, которые работают в этом же цирке 20-30 лет? Можно вот сразу два вопроса отвечу? Первый вопрос. У меня были молодые ребята, которые выпускники эстрадного циркового колледжа. Я их привел, мы начали репетировать. Зашел ветеран один и говорит, а почему вы делаете такой же номер, который я делал? Пока я жив, вы не будете. Закрыл арену и не пускал их. Они не в штате были цирка, потому что не было штатных единиц. Пока я жив, вы не будете этот номер делать. Вы представляете, насколько узко мыслят те ветераны? То есть у наших артистов нет учеников последователей? Абсолютно нет. То есть есть какие-то единичные случаи, как вот... А что, все артисты цирка такие ревностные, жадные? Не все. Вот теперь привожу цирк Никульна в пример. Мальчик эквилибрист, который на руках ходит, вдруг ни с того ни с сего берет и пробует пожонглировать. Рядом с ним стоял пожилой жонглер, который тоже репетировал. Мы же на арене все вместе. Он говорит, слушай, Димка, ты неправильно жонглируешь. Вот надо вот так вот. Через год этот мальчик становится виртуозным жонглером и завоевывает золотую медаль на престижном фестивале. Вот это цирк Никульна. У нас же... Ты что мой хлеб отбираешь? Ты не будешь это делать, пока я здесь? Я ветеран, и я буду решать, кто будет мне. Это первый вопрос. Теперь второй вопрос по поводу странно-циркового колледжа. Ежегодно выпускается, где, кстати, преподаются педагоги, несостоявшиеся артисты цирка, которые у них ничего не получилось, они вот преподают там, но это уже о многом говорит. Семь ежегодно выпускаются. Всего семь? Всего семь. Почему так мало? Ну, потому что там маленькое цирковое деление, там не целое, не цирковое же училище, это эстрадно-цирковое, поэтому больше эстрадников, танцоров и так далее выпускается. Так вот, выпустились, приходят к нам и говорят, можно мы к вам в штат, в цирк, нам же нужно как-то развиваться. Нам же нужно где-то работать. Вот, дирекция говорит, сори, у нас нет места. Я говорю, подождите, как нет места? У нас же вот же, вот этот артист уехал на гастроли, на два года у него подписан контракт, мы же можем пока временно вот на это место взять. Ты куда лезешь, мальчик? У нас нет места. Жонглеры становятся барменами, акробаты становятся охранниками в клубе. Вот как мы можем развиваться, когда развитие любого какого-то предприятия, это молодые кадры, которых мы взращиваем. Можно написать письмо министру. Я, честно, долго об этом думал, наверное, не министру, мы же не подчиняемся министерству. А кому он подчиняется? Мы же подчиняемся Акимату Горланды. Ну, может написать письмо Акимату? Нет, я думаю, что только, опять же, может это громко будет, только наш президент может решить этот вопрос, потому что в 96-м году мы были официально у него на приеме, и было решено очень много положительных вопросов. Я думаю, что и вновь надо обращаться. То есть только президент может решить ваш вопрос? Я думаю, что в данной ситуации да, потому что очень глубоко уходим и вообще не в ту сторону. Давай поговорим о зоопарке, да? Ты ушел из цирка, пришел в зоопарк. Это было твое желание? Это опять же тоже Акимат, когда я ушел, и мне говорят, ты знаешь, ну вот раз у тебя не получилось, есть должность нового отдела, который создан был в 2013 году, отдела развития зоопарка. Не хочешь ли попросить менеджера? Я помню, как у меня такая борьба внутри была, замдиректора становиться менеджером в зоопарке. Мама тоже очень сильно расстроилась. Проходит месяц, я месяц думал, и решил, что если я действительно люблю работать, люблю свою страну, why not, почему бы и нет? Да, и вот полтора года я уже в зоопарке. Полтора года. Я помню, как один в интернете, один молодой человек написал, зоопарк покажет, кто прав, кто не прав. Действительно ли он скандалист? Или это все в цирке? Полтора года ни одной интрии, ни одного скандала. Моя цель, моя задача – привлечение спонсоров, привлечение, конечно же, народов и популяризация зоопарка в городе. На небольшой процент увеличен поток. Впервые запущена за всю историю по городу реклама зоопарка в городе, никогда не было, по радио реклама. Заведены уже три спонсора. Сейчас, в ближайшее время, мы ожидаем официальный визит. Почему менеджером? Почему не заместителем директора, почему не директором зоопарка? Я же плохо это предприятие знаю. Конечно, в принципе, они похожи. И там, и там народное место, куда приходит семья. А почему Акимат так переживает за твое трудоустройство? Есть свободная вакансия, ты хочешь себя попробовать? Это не было никак, ни лоббирование, ни в коем случае это не было. То есть был создан отдел, вот хочешь, просто так совпало. Нет, там ничего такого абсолютно. Но я же пользу приношу зоопарку, я провожу экскурсии детям. То есть для тебя важно приносить пользу? Конечно. А ради чего я вернулся тогда? Я понимаю, что сейчас, да, меня не поймут, но... Ты ведь можешь... Но я уверен, что года через 3-4 люди осознают, что я действительно хочу. А почему не делать шоу собственное? То есть брать в аренду арену? У меня это все... Нет, во-первых, мне не дадут арену. Новый директор, который сейчас пришел, кстати, вместо того, он пригласил меня в кабинет и говорит, слушай, я читал на одном из интернет-порталов, что ты хочешь стать директором цирка нашего Алматинского? Я говорю, да. Он говорит, так, пока я здесь, твоей семье... Вообще твои... И уволил Каримуш, уволил, он добился того, что родителей он не смог уволить, потому что предмиссионный возраст по закону не имеет. Он сказал, пока я здесь не будет. Я говорю, стоп, подожди. За рубежом, в Америке, если берут на должность менеджера сотрудника, его собеседуют и говорят, ты кем хочешь стать? Он говорит, я не знаю. Окей, до свидания. А ты кем хочешь стать? Я хочу стать руководителем. Его берут, людей с амбициями. Мы в свободной стране. Я говорю, что я хочу стать директором цирка, но я же тебе это говорю в лицо. Я же не делаю за спиной какие-то гадости тебе. Ты что, наоборот, ты как раз будешь постоянно... Я привожу всегда пример. Вот у нас есть программа в зоопарке, запущено опекунство. Для чего она сделана? У нас свыше 200 сотрудников зоопарки. И когда ты являешься опекуном зебры, то тем самым ты держишь контроль над нами. Ты приходишь и говоришь, а зебре сколько положено сено в день? 10 килограмм. А почему вы положили 7 килограмм? То есть вы над нами держите контроль. Три замечания мы можем уволить сотрудника нашего. То есть это сделано для того, чтобы... Ну, как бы это в принципе это хуже предприятия. Потому что ты должен больше работать, ты должен всегда следить за зеброй этой, но тем не менее это же работает. Баян, перед нами все это очень креативный, готовый менеджер. В любом, мне кажется, направлении, в любое направление вот отправишь сейчас Мурата. И мне кажется, вот твой креатив ты сможешь. Но почему нет нигде никакой поддержки? То есть тебя отправили в зоопарк, но тебя отправили в менеджер, да? Мне бы предложили эту работу, я бы отказалась, например. Я готов быть руководителем только в цирке. Потому что я это знаю от и до. Я был и внутри, я был и снаружи, я видел другие шоу, я знакома с другими артистами. Я готов менеджером быть в кинотеатре, в торговом центре. Везде я ничего не боюсь, но руководить я только могу в цирке. Но тем не менее, твой основной заработок это все-таки ведение мероприятий. Ну да, если мы сегодня говорим открыто, конечно, я провожу мероприятия, веду концерты, снимаюсь в рекламе. Кстати, одно из цирк меня... Три вещи, которые они всегда, когда приглашились. Он слишком много себя пиарит, они говорили. Ну кто им запрещает себя пиарить? Ведь я всегда равняюсь на Юрия Никулина. Человек, который был известный, он сделал тысячи квартир ветераном цирка по всей России. Все потому, что он мог позвонить мэру любого города, сказать, слышь, это Юрий Владимирович Никулин, там у нас вот есть артист, который... Это был единственный директор, у которого дверь открыта была всегда. И мимо пробегали, он так... А ну-ка зайди, зайди, какие у тебя проблемы? Я всегда равнялся на него. Они... Второе, он себя сравнивает с Никулиным. Сравнивает и равняется, это разные вещи. И третье, что я слишком молодой. Но ведь и они когда-то были молодыми. Ну что тут такого, что я молодой? Так ты уже не молодой, тебе 30 лет? Ну он же клоун, он же просто клоун. Он же просто выскочка, мальчик. И вот три вещи, которые они все время говорили журналистам. Приглашали разные каналы, газеты. Это так... Вот зачем выносить надо было это все наружу? Вот я не понимаю. Я... Ну можно я откровенно скажу, да? Своё имя использовал во благо цирка. Вот это так. Я ни в коем случае не говорю о том, что я какой-то звездный. Меня папа с детства готовил к этому. Он всегда говорил, «Мурат, готовься к славе». Ты понимаешь, что это ты заработал все трудом. Мне безумно повезло с отцом. Я могу часами о нем говорить о папе, с мамой. Но тем не менее, твой папа как-то вот в интервью мне сказал... Да, он же был у вас. Да, да, да. В одном из интервью твой папа мне сказал, что он... что Мурат иногда меня не понимает. Это правда. И не слушает. Он первый, который сказал, «Мурат, ни в коем случае не соглашайся на должность замдиректора. Оставайся артистом, ни в коем случае. Тебя съедят, ты не справишься. Ты не сможешь. Один ты в поле не воин. Ты не сломаешь систему. Система сломает тебя». А он оказался прав. Но вся проблема в том, что он прав, но он не хочет ввязываться. А ведь жизнь-то уходит. Если не я, то кто? А тебе не обидно, что вот в вашей семье звание дали только тебе? Первое, самое первое, это в 12 лет я получил почетную грамоту президента нашего за подписью. Опять же, это было адресовано папе, но он сказал, можно ли это, чтобы это было моему сыну? И второе, это когда он подал на заслуженного деятеля на двоих и сказали, либо сына, либо вам. И он выбрал сыну. Вы сказали, не обидно ли мне? Вы это спросили. Я безумно горжусь поступком отца. И я буду таким же папой, как и мой папа. Мурат, тем не менее, имея такое звание, самое высокое в почве создание, тебе говорят, да ты пацан, ты выскочка, ты клоун. Да, говорят. Ну, как тебе вот этот дисбаланс вообще? Внутренний, внешний. Ну, а что, ну и пусть говорят. Ну, а что дает тогда это звание, если ты не можешь пойти? У меня проезд бесплатный, я знаю, в транспорте дает, по-моему, право он. В принципе, по большому счету, такие какие-то привилегии нет, там, квартиру не дарят, да, или там еще что-то, какую-то денежную премию нет. Это внутреннее спокойствие. Я понимаю, что государство за мной, я понимаю, что государство оценило заслуги моего. А квартира у тебя есть? Я сейчас живу в квартире жены, у нее была. То есть ты на квартиру еще не заработал? Мало того, я свою родительскую квартиру заложил, когда провел фестиваль, в кредит. Сейчас она находится... Сейчас выглачиваешь кредит, да? Поэтому своей нет. У меня очень тяжелый период. У меня 13-й год был очень тяжелый. Я безумно благодарен, что я встретил Олесю в 14-м, потому что вот этот год у меня был так тяжелый, она как Ангел, знаете, спустилась с долгами, с проблемами взяла меня и еще и хочет, чтобы я входил в Форбс 50-ку самых богатых людей Казахстана. Но у тебя есть такие амбиции? Они есть, и я иду к этому. Я надеюсь, что любые трудности, они даются для того, чтобы помнить и дорожить потом успехами. Конечно, есть. А как? Ну, любой человек хочет. Я не скрою, я никогда не скрою. Я хочу быть богатым, мне приятно быть известным, я хочу быть... Но ты пользуешься, у тебя же очень большой круг знакомых, влиятельных знакомых. Ты пользуешься этими возможностями? Нет. Нет? Нет. Почему? Ну, не знаю. Как ты собираешься попасть в 50 Форбс? Ну, найти инвесторов, найти спонсоров и создать свое собственное шоу. И прокатить его по Казахстану. А сколько стоит сделать это? На сегодняшний день проект, который я хочу существовать, он стоит 500 тысяч евро. В преддверии экспо 2017-го я хочу создать эко-шепитон, который работает от солнечных батареек, от воды, которая перерабатывается, от дождя, от детей, которые аплодируют цирки и энергия, свет ярче и ярче. Это все возможно. Я хотел весь 2016-й прокатиться по всему Казахстану, шоу назвать «Энергия будущего», где мы акробаты, где мы говорим о том, что энергия будущего это и есть мы люди. Ты уже хотел в Толгату Ирмигияеву? А как к нему попасть? Я не знаю. Нет, не ходи. Если у тебя... То есть у тебя очень классная идея, да? В 2016-м проехаться по всему городу, помимо того, что показывать шоу, людям рассказывать, что такое экотехнология, что такое энергия, для чего она нужна, для чего экспо-выставка нужна, а потом в 2017-м встать на саму выставку. Вот у меня какая мечта. Слушай, ну мне кажется, знаешь, в чем проблема? В том, что есть идея, но ты не знаешь, то есть уже... Не знаю, я не знаю. 2017-й год буквально через... Через два. Через два года. Ну это как раз твое, скажем так, неумение в организации труда. Вот для этого есть моя жена Олеся, которая сейчас как раз ведет это все досконально. Она очень, кстати, полюбила цирковое искусство, до этого она была очень равнодушна. А кто она по профессии? Она директор рекламного агентства была. Да, у нее два высших образования, она очень закончила золотую медалью, школу. То есть она сейчас занимается твоим творчеством? Да, она бросила все, она сейчас... Твой директор, может сказать. Да, правильно, все верно. Она сейчас занимается... И причем так быстро изучает цирковое искусство, она сейчас какие-то уже какие-то там фишки предлагает. Ну и самое главное, что скоро я стану папой. В июне. Дай береза. Мы тебе очень желаем. Спасибо. Поздравляем. И ты женился в прошлом году? 1 сентября это было. Баян сказала, что однажды ты где-то в интервью сказал, что ты никогда не женишься на азиатке. Но... Это было не в интервью. Это была приватная беседа наша. Честно, я вот опять же возвращаясь к началу нашей передачи, мы действительно очень давно дружим с Баян. И я могу сказать, что мы дружим действительно. Я всегда... В трудные моменты я даже обращался за поддержкой. Финансовые были моменты. Ну, а что? Если мы говорим сегодня всю правду. И Баян всегда меня поддерживала. Я очень был всегда восхищен. И где-то в тайне, может быть, даже и влюблен был в Баян. Ну, нет. Ну, не так прям. Как в жену, как в маму, как в красивую. В чужую. А? В чужую. В чужую. Да, в чужую. Ну, когда ты уже женишься? То есть там уже пора тебе уже. И я сказала о том, что я бы хотел, чтобы мои дети были очень талантливые и красивые. Я бы хотел смешать кровь. Поэтому я бы хотел, чтобы моя жена была бы... И вот у Олеси мама казашка, а папа украинца. Может быть, это все-таки влияние Москвы? Ты же ведь очень долгое время там жил. Мы там, да, лет 10 прожили. Да нет. Нет, почему влияние? Нет, нет. Ну, потому что вкус, мне кажется, вот именно к женщинам не вкус, а, как это правильно, симпатий, да, складывается именно в детстве. И если мальчику в детстве нравятся блондинки, они ему потом во взрослой жизни нравятся. Тут дело не в этом. Ну, не знаю я. Ну, традиция у тебя сыну рад. Ну, давайте так. Ты бы хотел... Можно я вот сейчас поправлю в том плане, что я женился на Олеси не потому, что она не азиатка, потому что я ее полюбил, в первую очередь, как человека. Но и повезло, что она еще и является метиской. Вот, ну, вот... Потому что получается сейчас, что я вот женился на Олеси, потому что она там не азиатка. Сейчас тебе очень много недругов заработал. Ну, на что ли? Да, были у меня, были отношения. Были. Были хорошие отношения, хорошие воспоминания. Урат, вот традиция у тебя, дай бог, сын. Ты вот как будешь его воспитывать? Как артиста цирка? У вашей династии? Ты бы хотел, чтобы твой сын тоже... А, если к этому, конечно. Не то, что я хотел. Я сделаю все, все, чтобы... Мои дети, у нас их будет много, я надеюсь, и верю. И мои дети, они все будут связаны с цирком. То есть ты продолжаешь династию? Да, династия Матургановых, она была... Ну, а вот они не захотят. От меня же зависит. Почему? Как я передам им, как я им буду рассказывать. Почему? Это очень часто дети, творческих людей, они вообще не хотят себя связывать с творчеством. Правда? Да. Ну, не пугайте меня, нет. Я надеюсь. Мы тебя не пугаем, мы тебя предупреждаем. Да, это факт, да. Нет, нет, я думаю, что мне удастся сделать из них достойных продолжителей династии Матургановых. Вообще, я вот обращаю внимание на артистов, которые вот с детства работают, и с детства работаешь, и очень многие говорят о том, что у них не было детства. Я работал... Ну, окей, я понял, почему. То есть у меня не было футбола, у меня не было клубов, у меня не было девчонок, я был за... И теперь я сегодня вот у меня такие вот комплексы выработаны. Правда, это правда. Футбола не было, рыбалки с отцом не было, это правда. Это все факт. То есть все впечатления от детства у тебя, это вот арена, да? Ну, насчет девчонок, наоборот, у меня было очень большое внимание, и будучи на гастролях в Италии, я был намного популярнее, чем сейчас в Казахстане. Потому что мой кемпинг, в котором я жил, у нас был цирк Шапито, его ставили подальше, вглубь, потому что после представления девчонки раскачивали трейлер и говорили, Мурат, выходи для автографа. Это вот было вот так. При том, что мне было тогда 12 лет. Поэтому женского внимания у меня с детства было достаточно. Касательно детства, ну, смотрите, географию я знал наяву. Италия, Греция, Финляндия, Франция, Италия, Малайзия, Таиланд. Я это все видел, все эти... все, что видели дети в учебниках, да? Я посещал все эти Диснейленды. У меня просто вместо школы, которую они проводят с 8 утра до 12, да? 5-6 часов, я проводил их на тренировке. А учился я дома по учебникам с мамой. Я никогда, может быть, не смогу сам написать... То есть ты не ходил в школу? Вот, я, да. Никогда не ходил? Нет, почему? Я пошел, первый класс в Рязани месяц походил, потом уехали на гастроли, второй класс я ходил в Тишиневе три месяца, в Минске я около 4 месяца походил. То есть я вот так отрывисто ходил в школы. И я никогда не смогу написать книгу грамотно. Я не смогу почитать. Да, это правда. Я был двоечником, если учился в школе, я был хулиганом. Но я всегда привожу этот пример. Мальчик, который учился с уклоном английского, пришел сдавать тест вместе со мной. Я сдавал тест. Я сдал на 78, а он сдал на 49. То есть жизненный опыт, который дал мне цирк, семья и в целом вся цирковая жизнь, он у меня очень достаточно велик. И, в принципе, общаясь со мной, вы же никогда не скажете, что он глупый. Или есть такое? Ну, чуть-чуть, дорогая. Нет, конечно. Шучу, шучу, шучу. Вот поэтому я... У меня было потрясающе. Мурат. Честно, Баян, ни в чем не учу. Я ел в 91 году тухлую картошку, и мы ее выкидывали. Оказалось, что это киви. То есть мы думали, что она пропала. Но при этом в 90-х годах, когда еще у нас не было киви, я уже кушал это все. Да, у меня всегда были самые модные кофточки джинсовые какие-то. Но ты уже зарабатывал? Да, конечно. Но кошелек был всегда у мамы. Я это всегда помню. Ну, это правильно. Мурат, вот у тебя чувствуется огромный потенциал. Вот огромный. Ты ведь и сам его чувствуешь, наверняка. Ну, наверное. Тебе не обидно, что ты вот такой весь талантливый, такой энергичный, вот такой позитивный, да? А меня не понимаю. В коммерческой жилке ты придумал классное эко-шапито. А как реализовать не знаешь? А как реализовать не знаешь? Конечно, обидно. Толгата Ермегяева не знаю. Конечно, обидно. Нет, я лично не знаю его. Конечно, я знаю. Я думаю, что вот... Я какое-то время прожил в Америке, и я почему-то верю, что в Америке бы меня, наоборот, подхватили бы и несли бы, да? И продвигали, и... А у нас, к сожалению, в Казахстане есть такое, что если он выделяется, то его нужно обратно посадить. Ну, есть же такое, правда же? У нас в Казахстане, кроме династии Мутургановых и династии Досбатыровых, я, например, больше никого не знаю. И сейчас... Досбатыров, Довлет, является директор цирка. На тот момент, когда я был замдиректора, я его пригласил, говорю, Довлет, мы с тобой вместе выросли, ты как раз участворишь. До того? Когда я был, да, да. Я говорю, давай, я тебе возьму режиссера, мы вместе с тобой будем создавать. Мы молодые же. Он сказал, мне административное действие неинтересно, я хочу быть артистом. А когда меня убрали, на второй же день, даже нет, не на второй, он и пришел и сказал, ты знаешь, да, что ты не справился, что тебя директор увольняет? Я говорю, ну, а ты откуда знаешь? А я остановлюсь замдиректора. Освободи кабинет. Я говорю, Довлет, подожди, давай, я говорю, освободи кабинет. И мне приходилось этот кабинет за... И вот он же меня и пригласил, сказал, пока я здесь, не получится у тебя ничего. Понимаете, как вот меняется жизнь? А много врагов еще, помимо? Ну, у меня вообще врагов нет. Их я не считаю врагами. Они не враги, они просто... Скажем, людей, которые тебе постоянно мешают. Вся проблема в том, что многие казахстанцы, к сожалению, живут одним днем и думают, как сделать себе хорошо сейчас. Папа же всегда делал наперед, и он понимал, что нужно думать о стране. Безусловно, мы зарабатывали хорошие деньги. Он всегда думал о том, чтобы дети его питались хорошо. Но он всегда нес флаг Казахстана. Он понимал, что за ним стоит страна. И когда к нам приходили и говорили, а, Китай, Чайна, Чайна, Монголия, он говорил, нет, Казахстан. А что это твой папа имеет сейчас? У него даже звания нет. Что он имеет? Он имеет спокойствие внутреннее. Он спит спокойно по ночам. Он не думает о том, что завтра к нему придет Финпол и скажет, а ну-ка, давай-ка быстро у вас проверим или еще какая-то налоговая инспекция. Вот что дает ему. А ты не боишься завтра, когда ты станешь директором цирка, что к тебе тоже может прийти в любой момент Финпол? Я это понимаю. И мне тоже говорили, что кресло тебя испортишь, что станешь таким же. Я могу... От того, что я вам сейчас скажу, что это не так, вы же не поверите. Только время покажет. Поэтому я думаю, что время, оно покажет, что это не так. И даже если придет проверка, то я могу вот так прям руки им положить. Знаете почему? Ты женился? Да. Я заметила в тебе такую черту интересную. Ну, это нормальная такая черта женатого человека. Ты все время гонишься за заработком. Ты говоришь, мне нужно кормить семью, мне нужно все время зарабатывать, мне нужно что-то придумать. Ну, да. Да. Это что, Олеся так требовательна к тебе? это же с 2009 года же. Я вот как переехал сюда с конца, с тех пор мы сами с коремой... То есть мы все деньги заработали, мы оставили родителям, мы приехали сами зарабатывать. Вы никогда... Ну, как, ну... С тех пор как-то женился? Нет, Баян, вы сейчас специально это говорите. Нет, не специально. Я всегда переживала за то, чтобы у меня были в кармане всегда деньги. И у меня вот с того момента, как я сюда приехал, у меня никогда не было, чтобы у меня были отложенные деньги, чтобы я знал, что завтра... У меня никогда... У меня появляется гонорар, я отдаю за квартиру, за аренду. У меня появляется гонорар, я отдаю долг. Нет, это просто... Может быть, сейчас это окажется так, но с того момента, как я сюда переехал, у меня всегда финансовая нестабильность. И многие, когда с кем начинают дружить, а до этого они не знали меня близко, они говорят, мы всегда думали, что у тебя вилла, что у тебя есть машина, у меня машина мини-купер, она до сих пор в кредите, я не могу банку воплотить, и квартиру еще заложил, это было еще до Олеси, нет. Ну, это значит, твое неграмотное использование твоих финансов? Да, так, скажем так, я неплохой артист. Потому что, на мой взгляд, ты совсем неплохо зарабатываешь. Не туда, не туда трачу и неправильно. А куда ты тратишь? Бывает такое, что я могу заработать и завтра пригласить толпу друзей, и просто мы с ними посидим, и я их угощу всех. Ну, вот как-то вот так все у меня. Ну, завтра тебе страна поручит цирк руководить. Ну, как вот так? Ну, как вот так? То есть человек, который не может управлять какими-то маленькими финансами, это то, чтобы ты не сможешь управлять большими. Я разработал концепцию. Ты хочешь быть директором цирка? Нет, я хочу быть лицом цирка, чтобы я понимал, когда я лицо, значит, у нас должны быть достойные программы, достойные артисты. Что люди приходят ко мне. Хоть дожественный руководитель. А для этого у меня будет финансовый директор, который будет отвечать за хоз, за прибыль, за деньги. Я не буду в это лезть. Я буду отвечать только за творчество и за лицо, за общее. Мурат, а может бросить все и уехать в Италию? Ты знаешь, итальянский лучше русского. Нет, я не брошу. Я никуда отсюда не уеду, я буду здесь. Вот только когда меня признают мои артисты, скажут, да, действительно это так, когда я стану директором цирка, вот только после этого я могу уехать спокойно. А может быть тебе стоит немножко перестроить свой менталитет и отношения вообще к нашим артистам, тем же ветеранам? Они никогда тебя не поймут. Я тебе об этом говорила, когда у тебя назревал этот скандал. Вы говорили, я помню, Боян была одна из первых, кто сказал. Тебе нужно немножко поменять свой менталитет европейский. Тебя никогда не поймут. И я тебе больше расскажу, их дети тебя тоже не поймут. Нет, но почему только ветераны? Вот сейчас Даулет, он мой ровесник. И вместо того, чтобы меня пригласить и сказать, давай вместе что делать, он сказал... Так я тебя о чем? И его ребенок тебя не поймет. Менталитет. Это стержень, это не система, это кровь, это гены. Не, ну я же тоже казах. Нужно быть таким, понимаешь? Ну каким вот таким? Как все. Я понимаю, как все, но нет, нет, я... Просто ощущение, куда бы ты ни пришел, что ты перетянешь одеяло на себя, понимаешь? Но ведь я же, вот сколько вы меня уже знаете, я же, если перетягиваю одеяло, я ни в коем случае не бью в грудь, никогда не хожу с поднятым носом, ну это же так. Если я перетягиваю одеяло, то все равно это в итоге я вывожу к тому, что к цирку или сейчас зоопарку. Ну, ведя концерт вот недавно итальянский, и даже там я... Нужно было заполнить паузу техническую, и первое, что мне пришло в голову, я разыграл билеты в цирк, хотя я уже там давно не работаю. Я разыграл билеты эти, там, вопрос, с какого года существует алматинский цирк. Выиграл человек, а потом я думаю, как я ему отдам-то эти билеты, если меня самого туда не пускают, и если у меня завтра позвонит этот человек, который выиграл, мне придется купить в кассе и подарить ему эти билеты. Так ты сейчас даже и не вхож в цирк? Так, мало того, даулет делал обход, и я был в зале на представлении, он говорит, а ты чего это делаешь? Я говорю, представление смотрю. А билеты у тебя есть? Я говорю, даулет, ты шутишь? Билеты есть? Я говорю, нету. Охрана проводите, пожалуйста. Меня вывели. То есть ты персонал Монграда? Абсолютно. Ой, кошмар, кошмар, конечно, когда начинаем копать и думать о плохом. Нет, нет, все будет хорошо. Все будет хорошо, я уверена. То есть, фактически, даулет Досбатыров присвоил себе цирк государственный и имеет право не впускать туда гражданина Казахстана. Заслуженного деятеля страны. Подождите, но я же не в штате. Я же не в штате, так получается, любой может зайти, что ли? Не, ну, извините меня, это как на телевидении, если нас не пустят с Баян. Ну, по закону-то он прав. Ну, по большому. Нет, ну, извините меня, а где же уважение? Нет, где... Где же уважение к заслуженному деятелю страны? Где человечность, где дружба? Мы вместе выросли. А вы можете его пригласить в студию и с ним поговорить? Мы обязательно теперь пригласим его. Нет, это просто ужасно, что действительно заслуженного деятеля страны циркового артиста не пускают в цирк. Это ужасно. Это нонсенс, действительно. Это нонсенс. Неприятный причем. Мне кажется, знаешь, в чем проблема? Ты говоришь, я буду писать, я обязательно пойду. То есть, может быть, этим нужно вот прямо сейчас заниматься? То есть, не ожидай. Ты же сам говоришь, что время проходит. То есть, экспо уже на носу, да? А ты придумал классный проект, но его нужно как-то реализовывать. Честно, после большого долга в 2013 году, когда я вот подставил всю семью с фестивалем, потому что я хотел сделать вот этот фестиваль, я понимал, что это толчок, трамплин для наших артистов, потому что приезжают в жюри директора других цирков, приезжают артисты других, и я попадаю вот на эти... Я помню, как в зале пусто 20% за... А я думал, за счет билетов, да? Я объявляю... Я сам и веду, я сам ночью встречаю артистов, я сам их расселяю, и я веду, и вижу, что 20% в зале, и ком в горле, и вот после этого какая-то появилась неуверенность во мне. И поэтому вот эти все идеи, они мне нравятся, но я думаю, а если завтра я вновь запущу этот проект, а у меня не получится? И вот этот вот страх, он сидит во мне. И поэтому не хочется эти идеи рассказать, а реализовать я их боюсь сам. Поэтому внутри идет вот такое вот между мной. Но времени мало. Я знаю. Поэтому вперед. Времени мало, но есть Олеся, которая мне поможет, поддерживает. Знаешь, говорят, ребенок рождается, вот обязательно, это я точно знаю, когда ребенок рождается, он приносит с собой что-то материальное. Я желаю тебе, чтобы твой ребенок принес тебе твою удачу, открыл тебе дорогу. Я верю. Спасибо огромное, я честно. Спасибо большое. Спасибо, я очень хорошо сегодня побеседовал, и даже, наверное, как два психолога, которые помогли мне внутри себя. Я все же понимал, но когда ты высказываешь, ты уже сам начинаешь анализировать и расставлять по полочкам. Я думаю, что после вашей программы, после встречи я... Мурат, спасибо тебе за очень откровенное интервью. Ты знаешь, как я тебя люблю, так и уважаю тебя. Ты действительно очень талантливый, очень, я бы сказала, перспективный. Но ты сам сейчас себя немного сбалансировал не в ту сторону. Да, и вот ты сейчас сам сказал, что у тебя что-то, какая-то борьба. Я хочу, чтобы ты все-таки победил самого себя, потому что, если ты победишь самого себя, у тебя обязательно все получится. И я бы хотела в следующий раз пригласить тебя в качестве директора цирка. Мурат, мы приготовили с Баян подарок от нашего спонсора, салона мебели «Люсо» для твоей Алиси. Да, передай ей, пожалуйста, в целости сохранности довези до Алматы. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо, можно я вас еще раз послушаю? Ну подожди, ну что ты... Спасибо тебе большое. Мурат, сядь, пожалуйста. Мурат, спасибо тебе большое за интервью. Спасибо, что прилетел к нам в Астану. Ну а мы прощаемся с вами ровно на неделю. Не скучайте, всего доброго, до свидания. «Люсо» – это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. «Сичи», «Скопеллини», «Тосканува», сделанные вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люсо» – это роскошь, достойная вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова